Золотые стихи Пусть твои ангелы еще и еще приходят, Господь Отец, который суть служебной духи, Господь Отец, охраняет наши семьи, и, Господь, может быть, не все сегодня дети в церкви, Господь Отец, может быть, Господь, чьи-то дети, они уже подросли, и мы, Господь, молим тебя, где бы они ни находились, Господь Отец, приди твоей Божьей защитой, Господь Отец. Слава тебе, всемогущий Бог, благослови, Господь, сегодня наших детей на этой воскресной школе. Спасибо тебе за то, что, Господь Отец, аллилуйя, Отец, наши дети, они уже учат твои истины, и эти истины их освобождают, и позволяет, Господь, их разум, Господь, находиться в состоянии свободы. Аллилуйя, Отец, Иосанна, наши дети сегодня что-то приготовили, аллилуйя, для церкви, Господь, пусть эта сценка сегодня пройдет под твоей, Господь Отец, защиты, под твоим Божьим контролем, аллилуйя, Отец. Мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Кто золотой стих будет читать? Давай, Богдан. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляя Отца вашего Небесного. Аллилуйя. Слава Богу. Так, ну что, сценка. Кто у нас сегодня в главных ролях? В главных ролях Иисус. Всем добрый день, уважаемая церковь. Мы, как обычно, проводим уроки с детьми. И вот жена пасторя Наталья подсмотрела, что мы делаем, и сказала, покажите нам. Вам рассказать, что мы делаем на детском? Поэтому дети знают все, поэтому я сразу говорю их молчать, потому что у них был прошел урок о том, что мы свет. Микрофон не идет. Но ничего, сейчас я... Значит, все очень просто. Мы тоже проходим на уроках квантовую физику, но без квантов. А вы проходите тяжелую науку. Ну вот посмотрим, мы вас хотим проверить. Как вы знаете, то, что вы тут проходите. Дети внимательно слушают. Попросим, наверное, Алешу. У меня была возможность с ним поговорить сегодня. Алеша, идем. Мой ассистент. Будешь держать микрофон. Давайте я у Алеши буду спрашивать, а он будет отвечать. Стой. Ровненько, красиво. Тебя снимает камера. Я спросила у детей на уроке. Алеша и все остальные. Зачем ты растешь? Какая твоя суть на земле? Если ты христианин, то какая твоя самая главная миссия? Попасть в небеса. О, хороший ответ. Мы с ним не готовились. Это экспромт. Подожди, чтобы попасть в небеса. Хорошо. Но почему тогда, когда ты сказал, Иисус, прости меня, вводи в мое сердце, ты взял все мои грехи, почему ты не попал в небеса сразу? Ну, потому что я еще расту, узнала еще больше о Иисусе. Ты узнаешь о Иисусе? А зачем? Ну, чтобы потом другим людям все уже говорить. Ну, много чего. Много чего говорить другим людям. Ставим младенцем, говорит истина. Его все знает, потому что она старшая Алеша. Мы тебя тоже спросим. Хорошо. Мы проходили, что такое соль. И Лиса вообще все знает о соли, потому что она готовила этот урок. А вот Ева, наверное, хочет нам помочь. Ева, ты помнишь свойства соли? Идем к нам быстрее, а то у нас время ограничено. Помнишь, как соль делает? Соль не дает мясу сгнить. Когда мы едим что-то с солью, то мы жаждуемся. И соль придает вкус пищи. Ну, браво, правда? Вы знали все свойства? Я, например, когда читала первый раз урок, я не знала, что соль не дает сгнить. Ну, как бы я знала, но не понимала, как это происходит. И Ева правильно сказала, что мы соль земли, христиане, и мы свет земли. Согласны? Вот Ева это про соль, а Алеша это про свет. Так, Алеш, мы для того, чтобы влиять на других людей, мы должны сами быть светом этому миру? Ну, да, чтобы потом, ну, как свечка, зажигать других людей, рассказывать, и потом, чтобы они о Боге знали. Супер. Ну, хорошо, Алеша, вот тебе свечка. Гори. Ну, гори. Ты же христианин. Давай, может быть, надо спуститься вниз туда, нет? Там где-нибудь огонек найти. А что ты так сразу? А куда ты пришел? Куда ты, Алеша, тут тыкаешь свечку свою? К Богу. К Богу? К какому Богу? Иисусу Христу. Реально? Это Иисус? Только от Него? А почему ты туда не пошел? Там, может, у кого-то спички есть, может, зажигалка у кого-то есть? Нету. Ну, тебе хорошо гореть? А если вдруг... Алеша себя плохо ведет. Что надо сделать? Помолиться Богу. Ты опять к свечке идешь? Плохо себя ведешь. А если ты ушел с церкви и вдруг накосячил, тебе надо бежать опять в церковь или по-другому как-то? Подожди, ответь. Ответь. Что нужно сделать, когда ты в церкви такой веселый, благословенный, ты ушел с церкви, у тебя плохое настроение? Ответь в церковь. Тебя церковь зажигает или еще что-то? Бог. Как? Просто, когда помолился человек, и он отдает свое сердце Богу. То есть нужно каждый раз создавать свое сердце Богу. А тебе не жалко? Нет. А почему? Иисус источник? Угу. Так громко скажи. Иисус источник. Громко. Тут уберет уже крутое. Иисус источник. Скажи громко. Я не могу. Иисус мой источник. Иисус мой источник. Аминь. Браво. О, видите? И постоянно он к нему ходит. Друзья, представляете? Вот это реально откровение, что без Христа мы вообще потухшая свечка, а еще бывает льдом покрываемся. И нам никак не согреться. А теперь я хочу позвать всех детей. У вас у каждого есть свечка. И мы проговорим самую главную молитву. Подожди, сюда капаешь. Держи свою свечку и не капай. Очень аккуратненько. Да? Каждый, подойдите к нашей свече, которая символизирует тепло и источник Иисуса Христа. И мы сейчас проговорим молитву. Ева, ты мне уже помогала. Я знаю, ты знаешь слова. Давайте мы все вместе встанем, произнесем и поддержим. Прежде всего нас самих. Чтобы каждый из нас был все-таки той свечой, которая не ленится. А в смирении приходит к Господу и наполняет свое сердце его теплом. Давай, Ева. Как нужно прийти к Иисусу? Дорогой Отец. Отец Небесный. Порим все вместе. Отец Небесный. Прости все мои грехи. Прости все мои грехи. Я принимаю Иисуса Христа. Я принимаю Иисуса Христа. Как своим Господом и Спасителем. Своим Господом и Спасителем. Зайди в сердце мое с Духом Святым и сделай меня успешным, здоровым и счастливым человека. Аминь. Задуйте свечу. Я думаю, что наше поколение не потеряно ни в коем случае. Она принадлежит Господу. Аминь. И каждому из нас надо узнать эту молитву и передавать ее другим. Будьте светом. Спасибо. Сюда, сюда, сюда. Все, молодцы. Все, спасибо. Идите на урок. Спасибо.